Жизнь и чудеса святаго Николая Чудотворца, архиепископа Мерликийского, собрана из достоверных источников, графом Толстым, издание 5 Москва, 1870 год. Жизнь святого Николая Чудотворца То от язычников, то от еретиков Всеблагий промысл Божий не спасал многих мужей, сиявших ревностью по вере, силою слова, добродетельную жизнью и даром чудотворений, твердых столпов церкви и добрых пастырей словесного стада Христова. Таковы были Афанасий Великий, Макарий Иерусалимский, Спиридон Триумфутский, Александр Константинопольский. Таков был и святитель Николай, архиепископ Мерликийский, которого святая церковь именовала Чудотворцем, правдивым, незаходимую звездою Всесветлого Солнца, Божественным Проповедником, Человеком Божиим, Сосудом Избранным, Столпом и Утверждением Церкви, Предстателем, Заступником и Утешителем Всех Скорбящих. Рождение, Детство и Юность Святого Николая Святый Николай родился в Ликее, в городе Потари, во время осьмого гонения, воздвигнутого на христиан в 257 году по Рождестве Христовым, в царствовании римского императора Валериана и прекратившегося в 261 году. Хотя указ императорский определял смертную казнь одним только епископам, пресвитерам и диаконам, а прочих христиан предписывал лишать имущества, заключать в темнице и отсылать в рудники, но жестокость народа и правителей не ограничивалась. Этим постановлением. Родилась кровь христианская, доколе Галиен, сын и преемник Валериана, устрашенный пленом и поносным рабством отца своего, не предписал остановить гонения на христиан и даровать им свободу. Родители святого Николая были Феофан и Нона, люди благородные, богатые, отличавшиеся правовериям, добродетельную жизнью и милосердием к бедным. Не имея детей, они и спросили себя у Бога, всего единственного сына, многими молитвами, слезами и милостынями. Новорожденный младенец с первых минут жизни своей явил себя чудотворцем и постником и показал, что он от утробы матерней освящен благодатью Божию. Три часа, никем не поддерживаемый, он простоял в купели во славу Святой Троицы, которой долженствовал соделаться великим служителем. Сосал молоко только из правой груди своей матери и в среду и в пяток вкушал эту младенческую пищу только однажды и то уже вечером. Таким образом, он от самого рождения свыше научен был постничеству, которое сохранял до самой кончины своей. Возрастая в летах, он в то же время возрастал в разуме и благонравии, и наставления родителей глубоко укоренялись в сердце его. Как доброе семя на Неве, дающее обильную жатву. Достигнув отроческих лет, святый Николай всею душою предался изучению Священного Писания. И вскоре при отличных дарованиях природных, осеняемой благодатью Святаго Духа, успел в нем столько, сколько нужно доброму пастырю стада Христова. Соделываясь совершенным в слове учения, он был совершен и в деле жизни. Не принимал участия в суетных беседах и забавах сверстников, тщательно удалялся женщин и не только не говорил с ними, но и взглянуть на лице женщины всемирно остерегался. Сохранял истинное целомудрие и чистым умом, непрестанно созерцая Бога, любил быть в святых храмах Божиих, где часто проводил целые дни и ночи в богомыслии, молитве и чтении божественных книг. По такому образу жизни он походил более на старца, нежели на юношу, и во всех возбуждал к себе невольное почтение. Рукоположение Святаго Николая – священнический сан. Родной дядя благодатного юноши Николай, епископ Потарский, видя племянника своего, успевающим в добродетельной жизни и удаляющимся от мира, возвел его на степень пресвитера и при рукоположении его, исполняясь Духа Святаго, обратился к народу и пророчествовал. «Я вижу, братья, новое солнце, восходящее над землею и приносящее сладостное утешение скорбящим. Блаженное стадо, которое будет иметь его пастырем, он приведет ко Господу овет заблудившихся и напитает их на пожитях благочестия и будет усердным помощником всем бедствующим». Приняв в сан пресвитерский, святый Николай прилагал труды к трудам, пребывал в обдении, посте и непрестанной молитве и с каждым днем более и более приближался к состоянию бесплотных. Тогда епископ, дядя его, отправился на поклонение святым местам и поручил ему управление епархию, которым он занимался столь же попечительно, как и дядя его. В то же время святый Николай лишился родителей и, получив после них богатое наследство, все онное роздал бедным и нуждающимся. Подвиги милосердия его неисчислимы, но между ними особенно замечателен следующий. Сказание о трех девицах Один из жителей Потары, человек богатый, потерял от несчастных обстоятельств все свое имущество и впал в совершенную нищету. У него были три дочери-девицы, известные во всем городе своей красотой. Протерпевая недостаток в самых первых потребностях жизни, пищи и одежде, несчастный отец решился пожертвовать честью и невинностью дочерей своих и из красоты их извлечь для себя и для них средства к пропитанию. Он готов уже был исполнить это преступное намерение, как человеколюбивый Господь неожиданно послал избавителя злополучному семейству. Святый Николай узнал о его положении и поспешил удержать его от греха и позора благодетельными дарами. Не желая быть явным благотворителем, он в полночь подошел к окошку хижины и бросил туда кошелек с золотом. Так поступил он по двум причинам. Во-первых, для исполнения заповедей евангельской, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видевший тайное, воздаст тебе явно. Во-вторых, чтобы не огорчить и не устыдить явную милостыню человека, который прежде сам был богат, а теперь так обнищал. На утро обитатель убогой хижины проснулся и, увидев пред собою золото, золото изумился, думал, что видит это во сне, и не прежде уверился в действительности видимого, как ощупал по одиночке золотые монеты. Тогда он с радостью и слезами принес благодарение Богу и старшую из дочерей своих выдал замуж, снабдив ее достаточным преданным. Святый Николай, узнав об этом, порадовался поступку отца, сообразному с его собственным желанием, спасти девиц от соблазна с законным супружеством и вскоре столь же тайно, как и прежде, бросил ему в окошко и другой кошелек с золотом для второй его дочери. Проснувшись и снова увидев золото, старик был поражен удивлением. Пал на землю и, обливаясь слезами, воскликнул «Милосердный Божий, искупивший нас своей кровью, ты теперь снова искупаешь меня и дочерей моих золотом неизвестного нам благотворителя. Укажи мне сего земного ангела, который сохраняет нас от греха, выводит из нищеты и избавляет от порочных умыслов». Воспользовавшись этим вторым пособием, старик отдал замуж вторую дочь свою и, твердо уверенный, что рука проведения не оставит без помощи последней его дочери, проводил ночи без сна, ожидая прихода своего тайного благодетеля. Ожидание его сбылось. В одну ночь тихо отворилось окно, неизвестная рука бросила кошелек и золото зазвенело на полухижины. Бенняк бросился вслед за удалявшимся благотворителем, догнал его и узнал святого Николая. Пал к ногам его, целовал их со слезами благодарности, называл его избавителем семейства, спасителем душ, близких к погибели. «Если бы милосердный Господь не послал нам тебя таких так благовременно, — говорил он, обнимая колени угодника Божия, — я погиб бы в огне Содомском и увлек бы с собою невинные души дочерей моих». Святый Николай поднял его с земли и взял с него клятву никому не рассказывать об этом происшествии, пока продолжится жизнь его благодетеля. Путешествие святого Николая в Палестину Святый Николай по возвращении дяди отправился морем в Палестину на поклонение местам, освященным стопами и кровью Христа Спасителя. «Приближаясь к берегам египетским, святый Николай провидел духом, что скоро настанет сильная буря, и сказал всем бывшим на корабле, что он видел, как враг рода человеческого проник в корабль и хочет потопить его. Вскоре поднялся ветер, всколебалось море, тучи помрачили небо, и началась жестокая буря. Мореплаватели, ежеминутно ожидая кораблекрушения и погибели, умоляли прозорливого угодника Божия помочь им своей молитвою. Он же советовал им возложить надежду на единого Бога и от Него ожидать избавления, а сам пал на колени, помолился Господу, и тот час утих ветер и укротилось море. Бывшие на корабле принесли благодарение Богу и святому Николаю, в котором дивились они и дару пророчества, и силе молитвы. В то время один из матросов, спускаясь с самого верха большой мачтой, оборвался, упал на палубу и убился до смерти. Святитель, всегда готовый на помощь, воскресил его молитвою. Пользуясь попутным ветром, корабль вскоре достиг Александрийской пристани. Отсюда, исцелив в Александрии многих больных и беснующихся, утешив многих несчастных и скорбящих, святый Николай продолжал путь свой в Палестину. Прибыв туда, он обошел там все святые места и пламенно молился на Голгофе, месте распятия Спасителя. Есть сказание, что двери храма, бывшего в Иерусалиме, при приближении к ним святого Николая, в ночное время сами с собою растворились, представляя невозбранный вход тому, кому и врата небесные отверзались. Пробовав довольно времени в Иерусалиме, святый Николай хотел было удалиться в пустыню и провести там в уединении и молитве остаток жизни своей. Но удержанный откровением Божиим, повелевавшим ему возвратиться в Отечество, он нанял корабль для обратного пути в Литию. Дорогую он заметил, что корабельщики направляют корабль совсем в другую сторону. Почему стал смиренно просить их об исполнении условия, отвезти его прямо на родину, но видя, что они не обращают внимания на его просьбу, он стал искать помощи в усердной молитве. Вскоре поднялся сильный ветер и, поворотив корабль с изумительной быстротой, погнал его к Ликийскому берегу. Таким образом, святый Николай, силою Божию, носимый по морю, без всякого человеческого пособия, возвратился в Отечество и, будучи не злобив, не сказал ни одного неприятного слова оскорбившим его корабельщикам и отпустил их с благословением. Стремясь всем сердцем к уединению, угодник Божий не возвратился в Потару, но пошел в Сионский монастырь, основанный дядью его, епископом Николаем. Здесь все братья приняли его с радостью и любовью, как ангела Божия, и несколько времени наслаждались его боговдохновенными беседами и пользовались примерами добродетельной его жизни. В этой обители нашел он себе безмолвное и тихое пристанище и хотел остаться до конца дней своих. Но Господу не угодно было оставить сокрытым в тесной келье сокровища добродетели, которым целый мир должен был обогатиться. Не угодно было оставить под спудом светильника, предназначенного светить на престоле Ликийской метрополии. В одну ночь, стоя на молитве, святый Николай услышал голоса свыше. «Николай, войди в народный подвиг, если желаешь получить от меня венец», — услышал этот голос. Угодник Божий ужаснулся и подумал, что значит этот голос и чего он хочет от меня. Между тем, как он оставался в недоумении, тот же голос раздался снова. «Николай, это не та нива, на которой ты можешь принести ожидаемый мною плод, а обратись к человекам, да прославится в тебе имя мое». Тогда святый Николай понял, что воля Божия состоит в том, чтобы, оставив безмолвное уединение, он посвятил себя высшему служению для спасения душ человеческих. Размышляя о том, куда идти ему, и страшась суетной человеческой славы, он не хотел возвратиться на родину, где ожидали его родные и знакомые, а решился отправиться в Муры, главный город Ликии, где никто не знал его. Поставление святого Николая на епископство. В это время все епископы ликийские собрались в мурах для избрания преемника, незадолго пред тем скончавшемуся архиепископу Иоанну. Много мужей добродетельных и благоразумных представлялись их выбору, но ни один из них не соответствовал вполне желаниям избирателей. Наконец, рассуждая, что дело столь важное не зависит от человеческого произвола, а требует особенного указания свыше, они решились приготовиться к принятию сего откровения прилежную молитву и постом. И действительно, Господь открыл им волю свою, один из старших епископов во время молитвы увидел мужа, сияющего неизреченным светом, который повелел ему встать ночью у дверей церковных и дожидаться, кто первый войдет в церковь. «Сей-то человек, движимый Духом Божиим, да будет поставлен архиепископом Ликийским. Имя ему Николай, удостоенный сего божественного видения, поспешил сообщить онное прочим епископам и при наступлении ночи стал на страже в назначенном ему месте». Между тем, святый Николай, пришедший из Муры, жил в сокровенности, не будучи никому известен в этом городе и большую часть времени проводил церкви на молитве. В ночь, определенную божественным видением, когда епископы собрались в церкви и ожидали избранника Божия, святый Николай, ничего не зная о том, и по обычаю своему встал с полуночи на молитву, потом пошел в церковь прежде всех богомольцев. В притворе храма остановил его епископ и спросил об имени. Угодник Божий после некоторого молчания тихо и кротко отвечал ему, «Имя мое Николай, раб святыни твоей, владыко». Вопросивший, услышав имя Николая, предсказанное ему в видении, и, видя кротость и смирение сего дивного пришельца, удостоверился, что он именно указан ему в божественном видении, взял его за руку и привел на собор епископов, которые тут же объявили ему небесное избрание. Весть о всем быстро пронеслась по всему городу, и тот час собралось в церковь бесчисленное множество народа. Епископ же, сподобившийся видению, встал посреди церкви и говорил, «Теперь, братья, мы имеем то, о чем мы молили Господа. Теперь мы нашли, чего искали. Примите пастыря, которого избрал нам Дух Святый и которому не человеческое определение, но суд Божий поручил попечение о душах ваших». Народ радовался и благодарил Бога, а собравшиеся епископы в то же утро по очиноположению церковному посвятили святого Николая, который, хотя и отказывался от высокого сана, устрашавшего его смирение, но твердо помня бывшее ему откровение и, видя в этом избрании явную волю Божию, не дерзнул сопротивляться ей, тем более, что кроме описанного веления вступить в народный подвиг, он, по сказанию святого Мефодия Патриарха Цареградского, незадолго пред смертью прежнего архиепископа, имел видение, в котором Господь наш Иисус Христос, сияющую славу, вручил ему Евангелие, украшенное золотом и джемчугом, а Пресвятая Богородица возложила на раме на его аммофор святительский. Пастырские труды святителя и страдания его за веру Принял правление Ликийской Церкви, угодник Божий сказал сам себе «Сей сан и сие место требуют от тебя иного образа жизни. Теперь ты должен жить уже не для себя, а для других. Прежде он служил Богу втайне, а теперь уже не скрывал добродетелей своих пред народом. Не из гордости и речеславия, но для блага паствы и прославления имени Божия, по слову евангельскому». Так досветит свет ваш пред человеками, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Он был примером всех добрых дел для стада своего, образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Он был кроток и не злобил сердцем, смирен духом, чушь всякой надменности и своей корыстия. Он носил всегда простую одежду, вкушал немного пищи, только один раз в сутки, и то вечером. Целый день упражнялся в делах милосердия и трудах пастырских, выслушивая внимательно всех приходящих к нему. Двери дома его были всем отворены. Он всех принимал с любовью и радушием, был отец сиротом, питатель нищим, утешитель плачущим и помощник притесненным и обиженным. Всех многотрудных занятиях усердно помогали ему два священника – Павел Ародийский и Феодор Аскалонит. Между тем враг Божий воздвиг новую жестокую бурю против Церкви Христовой. Почти 50 лет христиане отдыхали от прежних ужасов и мучений. Как вдруг в царствовании нечестивых императоров Диоклетиана и Максимиана Галерия открылось новое десятилетнее гонение, которое превосходило жестокостью все предшествовавшие. Оно началось в Некомидии – местопребывании Диоклетиана, где в самый день Пасхи сожжено в храме до 20 тысяч христиан, и самый храм, знаменитый огромностью и великолепием, был разрушен до основания. Отсюда пламень гонения простерся на Египет, где в продолжении одного месяца замучено до 17 тысяч христиан. Разлился по Финикии, Сирии, Палестине, Малой Азии, Фракии, Аравии и перенесся в Испанию, Британию, Сицилию и Италию. Таким образом, вся Римская империя, кроме Галии, где тогда властвовал Констанций, Хлор, отец равноапостольного Константина, была позорищем неслыханного кровопролитием. В это ужасное время святый Николай свободно и смело силой слова укреплял в лике веру Христову. Почему вскоре был схвачен нечестивыми мучителями и со множеством христиан заключен в темницу? В всем заточении он пробыл немало времени и, перенося голод, жажду и различные страдания, утешал прочих узников душеспасительную беседу и утверждал их в благочестии и готовности пострадать за имя Христова. Вскоре правосудный гнев Божий покрал гонителей. Диоклетиан лишился престола и умер в безумии. Галерий погиб медленную смертью от зловонных ран и гниения тела. Наконец, подобно светлой тишине после бури, наступил мир для Церкви Христовой. Константин Великий сделался императором, познал истинного Бога и, уповая на Него Единого, силою Святого Креста, который явился ему и всему его войску во время осады Рима, победил всех врагов своих, с честью освободил исповедников имени Христова и начал разрушать идольские капища и воздвигать храмы. Христианские. Восстанавшие и наполнившие воздух дикими воплями, когда любимое их жилище разрушено было до основания. Святый Николай на Никейском соборе. Между тем, Церковь Христова, освобожденная Святым Константином от неистового гонения язычников, была, однако же, потрясаема внутренними ересями и соблазнами. Первое место между ними занимала ересь Ария, Александрийского пресвитера, который отвергал божество Сына Божия и не признавал его единосущным Богу Отцу. Сверх того, многие из христиан соблазнялись разногласиям церквей касательно времени празднования Пасхи и расколом Милетия, который, будучи низвержен со степени февского епископства за отступничество и поклонение идолам во время гонения, своевольно рукополагал епископов и священников для египетских церквей, буйно понося и отвергая законные церковные власти. Желая водворить мир в стадии Христовом, равноапостольный император по совету Александра, епископа Александрийского, разослал окружные послания ко всем епископам своей всемирной монархии, приглашая их к Первому Вселенскому собору, назначенному им в Никее, главном городе Вифании, в 325 году по Рождестве Христовым. Так, под председательством самого императора собралось 318 епископов, между которыми первые места занимали Осия, Кордубский, Евстафий Антиохийский и Макарий Иерусалимский. На этом соборе, продолжавшемся около двух месяцев, виден во всеобщее церковное употребление символ веры. Впоследствии на Втором Вселенском соборе, бывшем в Константинополе в 381 году по Рождестве Христове, дополненный учением о Святом Духе, подвергнут осуждению Милетий, который присваивал себе права епископа, был сам нарушителем церковных правил, и, наконец, отвергнуто и торжественно предано анафеме учение Ария и его последователей. Константин Великий заключил собор благодарственным торжеством и окружными посланиями известил о его действиях все христианство и епископов, находившихся в отсутствии. В опровержении богопротивного Арии и его учения наиболее подвязались святый Афанасий Александрийский, бывший тогда еще диаконом, и за ревностное противоборство еретикам, страдавший от них целую жизнь свою, и святый Николай, который не вытерпел богохуленей, изрыгаемых Арием, ударил его в щеку посреди собора. Повествуют, что отцам собора этот поступок показался неуместным. Они лишились святого Николая знаков архиерейского сана, но вскоре убежденные видением, в котором пред очами некоторых из них Господь наш Иисус Христос подал ему Евангелие, а причистая Богородица возложила на рамена его амафор, они снова возвратили ему прежний сан и почтили его, как великого угодника Божия. Голод в Литии Возвратившись с собора к пастве своей, святый Николай принес с собою мир и благословение, утвердил правоверных в истинном учении, торжественно исповедованном Вселенскую Церковью, обратил на путь истины многих заблудших и изгнал из стада Христова еретиков, ожесточенных и нераскаянных. Подобно благоразумному земледельцу, он ревностно наполнял добрыми плодами духовную житницу и отметал далеко от пшеницы Христовой вредные плевелы, ереси и ложного учения. Он вполне следовал заповеди Спасителя нашего. Был светом мира и солью земли, ибо пример добродетельной жизни его светил всему христианству, и слово его было растворено солью премудрости. И не об одних духовных нуждах стада своего заботился добрый пастырь, но простирал свою заботливость и на телесные его потребности. Так во время неурожая, постигнувшего Ликию и жестокого голода, он явился во сне купцу, снаряжавшему корабль с хлебом в одной италийской пристани, и дав ему в задаток три золотые монеты, велел плыть к Ликийскому берегу и там распродать пшеницу. Купец, проснувшись и найдя в руке свои золотые монеты, изумился и почел обязанностью исполнить чудное веление. Он направил корабль в Ликию, благополучно достиг берега, бросил якорь к Мурской пристани и распродал хлеб жителям города и окрестных селений, не утаивая от них причины своего неожиданного прибытия. А жители Ликии, внезапно избавленные от бедствий и голода, с удивлением внимали рассказ у купца и приносили благодарение Богу и его угоднику. Избавитель невинно погибающих Около всего времени император Константин послал трех военачальников Непатиана, Урса и Ерпелеона в Великую Фригию для усмирения возникшего там мятежа. Они поспешно отлыли с войском из Константинополя, но застигнутые бурью принуждены были остановиться на несколько времени в Андрике, Мурской пристани. Здесь подчиненные им воины, выходя на берег для покупки съестных припасов, обижали жителей, делали им разные притеснения и насилие, отчего, наконец, произошла кровавая схватка между войском и народом на урочище, называемом Плакомата. Узнав о всем святый, Николай немедленно прибыл на место кровопролития, одних своим повелением успокоил и прекратил междоусобия, сделал замечание военачальникам, чтобы они держали воинов в строгой подчиненности, не дозволяя им угнетать обыгвателей. А с ним последним заповедал быть спокойными и не восставать на войско царское. Едва успел святый Николай примирить две враждующие стороны, как вдруг пришли к нему несколько человек из Мур. И, бросясь к ногам его, со слезами рассказывали, что в его отсутствии градоначальник Евстафий, подкупленный злонамеренными людьми, осудил на смерть трех граждан, совершенно невинных. Весь город, говорили они, сетует и плачет об участи этих несчастных, с нетерпением ожидая возвращения твоего, владыко. Если б ты был с нами, то градоначальник не осмелился бы изречь такого несправедливого приговора. Услыша эту горестную весть, святитель воскорбил душою и пригласил с собою царских воевод, отправился в Муры. Дорогу он спросил, попавшихся ему навстречу, не знают ли они чего об осужденных на смерть. И, получив в ответ, что их ведут уже на место казни, поспешил предупредить пролитие невинной крови. Несчастные находились уже на поле Кастера, где обыкновенно совершались смертные казни. Уже они, стоя на коленях, с обнаженными шеями, преклонили свои головы. Уже палач занес над ними меч, как вдруг толпа плачущего народа раступилась. И святый Николай исторг меч из рук палача. И снял оковы сузников, которые в восторге от внезапного спасения пали к ногам его, обливая их слезами благодарности. Никто не смел противиться святителю. Он был велик пред Богом и пред человеками. Слова и поступки его проявляли силу божественную. Сам градоначальник подошел к нему, желая оправдаться. Но он не принял его оправданий, а угрожал ему гневом царским и праведную небесную карою. И тогда только простил его, когда тот искренне признался и раскаялся в вине своей. Трое воевод, бывшие свидетелями дивной ревности угодника Божия и напутствованные его благословением, отправились в Фригию. Скоро укротили возмущение и возвратились в Константинополь, где император и двор приняли их с великой честью. Но вскоре милость царская и всеобщее уважение, которым они пользовались, возбудили зависть в сердцах злонамеренных людей. Некоторые из них сговорились погубить невинных военачальников и донесли Евлафию, префекту Константинопольскому. Будто они хотят употребить во зло свое влияние на войско и произвести возмущение против царя. Евлафий взял богатые подарки от доносителей, передал эту клевету императору, и невинные были заключены в темницу, где томились, не зная вины своего заключения, и тщетно ожидали суд, на котором могли бы оправдаться. Между тем префект, опасаясь, чтобы не открылась истина, уверил царя, что они в темнице не оставляют прежних преступных замыслов и хитро продолжают сношение с тайными заговорщиками. Царь, обманутый коварным градоначальником, утвердил смертный приговор Непатиану, Урсу и Ерпелиону. Темничный страж, любивший узников за их добрые нравы и ласковое обращение, с горькими слезами принес им это роковое известие. Не зная за собою никакого преступления, они были поражены ужасом и горестью при мысли, что лишены возможности доказать невинонность свою перед судом и должны погибнуть подобно злодеям. Тогда один из них, Непатиан, вспомнил о трех мужах, которых святый Николай в их присутствии избавил от смерти и, возлагая последнюю надежду на заступление святителя, вместе с друзьями своими из глубины сердца воскликнул, «Боже, Николаев, избавивший трех узников в мурах, призри на нас, ибо нет нам помощника между человеками, поспеши на помощь нам и спаси от неправедной казни». Бог услышал молитву узников и послал им избавление через своего угодника. Святый Николаев ту же ночь явился во сне царю, говоря так, «Отпусти трех военачальников, содержащихся в темнице. Они оклеветаны и страдают невинно. Если же не послушаешь меня и не отпустишь их, я воздвигну на тебя войну, и ты погибнешь». Царь спросил, «Кто ты и как смеешь объявлять мне такие требования и угрозы?» Святитель отвечал, «Я, Николай, архиепископ Мурликийский». Точно такой же сон видели и Евлавий в ту же самую ночь, и, будучи призван к царю в следующее утро, рассказал ему о своем видении. Тогда царь приказал привести к себе заключенных и спросил их, «Каким способом вы наслали на нас такое страшное сновидение? Кто этот грозный и гневный муж, явившийся во сне и похвалявшийся, что воздвигнут против меня войну?» Они с изумлением смотрели друг на друга, не понимая, о чем говорит царь, и не зная, что отвечать ему. Наконец, один из них сказал, «Государь, мы не умеем чародействовать и свидетельствуемся всеведущим Богом, что никогда не замышляли зла против державы твоей. От отцев наших мы научились чтить царя и быть ему верными. Всю жизнь мы служили тебе, как верные подданные. Еще недавно усмирили мятеж фригийский, и теперь не знаем, за что ты прогневался, за что осудил нас». В ту минуту они увидели угодника Божия, сидящего рядом с царем, и обрадованные стали громко просить покровительства святаго Николая. На вопрос царя, кто этот Николай, которого вы призываете, Непатиан подробно рассказал ему, что они видели в мурах император, изумленный дивным заступничеством святителя, тотчас освободил узников, возвратил им прежнее достоинство и присовокупил. «Не я даю вам жизнь, а Николай, великий служитель Господень. Идите к нему, благодарите его и скажите, чтобы он на меня не гневался, ибо воля его исполнена». Сказав сие, он вручил им дары для церкви Мурликийской, Евангелие, обложенное золотом и писанное золотыми буквами, золотую кадильницу, украшенную драгоценными каменьями, и два золотых подсвечника. Прибыв в Муры, они слезно благодарили того, кто возвратил им жизнь, честь и свободу, раздали богатую милость ценю нищим и благополучно возвратились в Отечество. Помощник мореплавателей Один корабль, плывший из Египта к Ликийскому берегу, был на пути застегнут сильную бурю. Ветер переломал у него мачты и взорвал паруса. Бывшие на корабле видели неизбежную гибель и уже отчаялись в своем спасении. Но, к счастью, вспомнили святого Николая, которого они хотя никогда не видали, однако знали по слуху, как усердного и скорого заступника всех бедствующих, и из глубины души стали звать его на помощь. Святитель тотчас явился им и вошел в корабль, говоря, «Вы призывали меня, и я поспешил помочь вам. Теперь не бойтесь». Семи словами он взял кормовое весло, начал править кораблем и запретил ветрам и морю, как сделал некогда Спаситель наш, который сказал, «Верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит». Так верный раб Христов, по примеру Господа своего, повелевал стихиями, и они повиновались ему. Вскоре стихла буря, и корабль, несомый благоприятным ветром, счастливо достиг Мурской пристани. Вышедшие из корабля мореплаватели пошли в город, желая видеть того, кто спас их от неименуемого кораблекрушения. И увидев святого Николая, идущего в церковь, узнали в нем своего благодетеля, обнимали его колено и благодарили за сохранение жизни своей. Дивный же святитель не ограничился избавлением их от телесной опасности, но оказал заботливость и о душевном их спасении. Ибо, будучи прозорлив, он усмотрел в них грех плотской дечистоты, которая удаляет человека от Бога и от исполнения святых его заповедей. «Умоляю вас, чада», – сказал он им, – «позаботьтесь о самих себе и обродите сердца ваши и помышления к исполнению заповедей Божьих. Мы можем скрывать поступки свои от людей и казаться им добрыми, но от Бога ничто не может утаиться. Посему, почитесь со всем усердием сохранять святость души и чистоту тела, имея всегда в памяти слова апостола Павла. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того погубит Бог». Таким образом, настаивая их на путь добродетели, святитель отпустил их с миром. Блаженная кончина святителя Сияя добродетелями, как звезда утренняя посреди облаков, как луна во всей полноте своей, как солнце, озаряющее церковь Вышнего, великий угодник Божий прожил много лет посреди паствы своей. Достигнув глубокой старости, он отдал последний долг природе и после непродолжительной болезни перешел в вечное, нескончаемое блаженство, сретаемый сонмами ангелов и святых. Все епископы страны Ликийской, Клир, Иноки и бесчисленное множество народа предали погребению святое тело его в соборной церкви города Амиры в шестой день декабря 342 года по Рождеству Христова. Нетленные мощи угодника Божия источили тогда благовонное и целебное миро, которым помазывавшиеся многие больные получали чудесное исцеление от недугов своих. Повествуют, что лице святаго Николая сияло божественную благодатью, как лице ангела Божия, и испускало из себя лучи света, подобно лицу Моисееву. Сам, бывший с детских лет образцом непорочности, он во все время жизни своей особенно любил детей и находил удовольствие в том, чтобы учить их и утверждать в страхе Божием. Обуреваемые какой-либо страстью или снедаемые скорбью, ощущали успокоение и отраду, когда смотрели на святителя, и все, беседовавшие с ним, утверждались на пути добродетельной жизни. Так что и самые язычники, когда случалось им слышать слово его, приходили в умиление и обращались к истинной вере. Слава о великой святости жизни, о многих и чудных благодеяниях страждущих и о цельбоносной силе нетленных мощей святого Николая распространилась на Востоке и на Западе, и не только в церквах христианских, но даже и между неверными во всей греческой и римской империи. А впоследствием времени и в России воздвигнуто множество храмов, во имя его особенно отличался великолепием и красотою в древнее время храм в честь ему сооруженный императором Юстинианом в 530 году по Рождеству Христова. Перенесение мощей святого Николая из Мур в город Барр. В 1086 году от Рождества Христова, когда в Константинополе царствовал император Алексей Комнин, а в Киеве великий князь Севолод Ярославич, отец Владимира Мономаха, Турки напали на азиатские области Восточной Римской империи, опустошили Палестину и многие соседние страны, огнем и мечом разорили города и селения, церкви и монастыри, умертвили, пленили и разогнали жителей, так что все места, пройденные ими, надолго остались в дикую пустыню. Также бедственная участь постигла и город Муры, где почивали мощи святого Николая. «Это бедствие, говорит один современный летописец, не спослано на нас за грехи наши, которые мы раздражаем долготерпение Божие. Господь, прогневанный беззакониями и нераскаянностью людей, не внеблет даже молитвам своих угодников, как сказал он некогда пророку Иеремии. Но, предав на разорение город, прославленный мощами угодника Божие, Господь не восхотел оставить сего источника чудес и целений в руках нечестивых варваров, а предопределил перенести его на запад, в многолюдный город, называемый Бар. Это перенесение совершилось следующим образом. Одному священнику в баре, мужу праведному и благочестивому, явился во сне святый Николай и сказал, «Поди и скажи клиру и народу, чтобы они взяли из мур ликийских мощи мои и перенесли в здешний город, ибо Господу не угодно, чтобы я оставался там в пустыне». Священник поутру пошел в церковь и рассказал духовенству и всему народу бывшее ему видение. Обрадованные семь жителей бара немедленно снарядили три корабля и отправили на них священников, клириков и других благочестивых и богобоязненных людей для привезения мощей святителя Николая. Посланные, опасаясь, чтобы кто-нибудь прежде их не успел воспользоваться многоценным сокровищем чудотворений, которое волею Божию для них было предназначено, придумали скрыть цель своего путешествия под видом торгового предприятия, для чего и нагрузили корабли своей пшеницей. Случайно узнав в Антиохии от купцов венецианских, что и они хотят отправиться в муры, также за мощами святителя Николая, они прежде их поспешили выйти из пристани, где уже распродали привезенную пшеницу, при попутном ветре скоро пристали к Ликийскому берегу. С неописанной радостью и благоговением взяли святые мощи и, отправившись из Мур, 11 апреля благополучно возвратились в бар 9 мая 1807 года в воскресенье. Здесь вышли на встречу их епископы, священники, иноки и все духовенство, все жители города и соседних селений, мужи, жены и дети, радостно воспевая хвалы Богу и великому угоднику Его. Мощи святителя и сосуды с Муром, излившимся из раки при открытии ее в Ликие, были поставлены в церкви святого Иоанна Предтечи, стоявшей на морском берегу. При всем многие хромые, слепые, глухие, одержимые нечистыми духами и разными болезнями, получили исцеление, прикасаясь с верою к мощам святителя. Число таковых чудесных исцелений в следующие дни, по сказанию современников, простиралось в понедельник до 47, во вторник до 22, в среду до 29, в четверг исцелился человек, уже пять лет лишенный слуха и языка. Вскоре жители бара заложили новую обширную церковь во имя святителя Николая. Около трех лет строили ее, украсили со всевозможным великолепием и соорудили новую серебряную, вызолоченную и осыпанную драгоценными камнями раку. В ново построенную церковь перенесены были святые мощи и положены в новые раки, сначала в стороне алтаря, а потом через несколько лет под святым престолом. А ветхая рака, привезенная из Мур, с небольшой частью мощей, была поставлена посреди церкви для поклонения приходящих. Сие торжественное священнодействие совершено 9 мая 1090 года. И с того времени установлен праздник перенесения честных мощей святого Николая. Чудотворца. До ныне благоговейно почитаемый православную церковью, равно как и западную. А в России установлен цей праздник митрополитом Ефремов, вскоре после самого перенесения мощей при великом князе Всеволоде Ярославиче. Таким образом, мощи святителя Николая перенесены с востока на запад, после того, как римская церковь за два века прежде отделилась от восточной, самопроизвольно внеся в символ веры новое учение о происхождении святого духа. Некоторые из западных писателей того времени хвалятся приобретением всей святыни, как бы явным доказательством благоволения Божия к вероисповеданию. Но мы с большей достоверностью можем сказать, что Господь послал к нам нетленные останки святых своих, для того, чтобы неумолкаемую проповедью чудес их обратить заблудших к единству православия, в котором пребывали и прославились благостью все великие подвижники веры и благочестия. Сверх того известно, что итальянская область Калабрия или Апулия, в которой находится город Бар, издревле принадлежала к Восточной Римской империи, составляла часть патриархии Константинопольской, сохранила православие до самого завоевания ее норманами, случившегося в 1196 году по Рождеству Христова, и была населена большей частью греками, почему и называлась Великою Грецией. Часть первая